я всех вас приветствую на канале друзья и сегодня я хочу рассказать как я не работая вытащил с государства 280 тысяч рублей да что вы скажете где ты как ты мог вообще это все сделать я вам сейчас прекрасно все это расскажу ну и конечно же чтоб все это у вас получилось вам надо официально работать и как вы все уже могли догадаться речь пойдет конечно же о больничных листах я уже давно планировал уходить с работы но все никак не мог решиться и я думал как это все сделать пойти уволиться как все говорят о я уволился я уволился проявил волю я не стал увольняться я просто вышел в очередной отпуск и начал сразу болеть к моему большому счастью на тот момент больничные можно было уже отправлять электронно на e-mail да кстати хотел бы еще заметить что все это абсолютно легально а теперь чтоб не быть голословным я сейчас на собственных больничных листах все вам покажу и расскажу для наглядной иллюстрации я не буду показывать больничные листы а буду сразу показывать скриншоты с госуслуг 30 ноября я прилетел с вахты и 1 декабря я уже сел на свой первый больничный обратите внимание дата выплаты 4 декабря так как первых три дня больничный выплачивает работодатель после вычетов налогов за 26 дней государство мне перечислило 56 тысяч 814 рублей также плюс к этой сумме работодатель перечислил за первых три дня в конце я скажу примерную итоговую сумму не успел я получить свой больничный лист как мне в этот же день тут же поплохело и мне пришлось опять заболеть обратите внимание на дату и не забывайте что первых три дня выплачивает работодатель в январе в тот год я что-то совсем не мог выздороветь не знаю с чем это связано может последствия нового года а может мне было плохо из-за того что я все время думал сколько же я много плачу налогов со своей зарплаты не успев оправиться от этого недуга как тут же меня постигла следующая напасть от боли в спине никто не застрахован и я в том числе и из-за этого следующий больничный продлился почти целый месяц напоминаю когда смотрите на очередную дату которую я показываю прибавляйте к ней еще три дня который платит работодатель феврале я думал что меня немного попустит но как назло впереди был день защитника отечества 23 февраля я так перенервничал по этому поводу что опять слег с подозрением на модную болезнь я был уверен что она у меня все-таки есть говорил врачам что все симптомы совпадают которые я вычитал в интернете и сдавал все время повторные анализы но слава богу обошлось в марте я почти целую неделю ходил радовался что ничего не болит но весенние простуды не заставили себя долго ждать весна апрель и у меня началось обострение 1 апреля я пришел на прием к неврологу и решил над ней пошутить но она не оценила мой юмор и посадила меня на больничный на целый месяц посчитав выплаты который мне заплатила государство я получил вот такую сумму двести пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать рублей плюс к этой сумме я еще прибавил 21 день которых мне выплачивал работодатель с этой суммы я тоже вычтил 13 процентов налога и получилось 45 с половиной тысяч рублей более того я к этой сумме еще не прибавил три дня больничных которые я провел перед эмиграцией за эти дни я естественно тоже получил деньги на выходе у меня получилось примерно 130 дней больничных с небольшими перерывами и за них я получил почти 310 тысяч рублей хотелось бы подвести итог друзья если у вас скопился приличный трудовой стаж как у меня и вы мечтаете и уволиться не спешите это делать сразу пойдите на прием к врачу и получите дополнительные дивиденды на свою свободную жизнь всем удачи подписывайтесь на иоганна и просвещайтесь а ну и Продолжение следует...